с которыми мы познакомились в предыдущем том самом. Итак, Анастасия Каурова и Анастасия Давлетшина. Если я ничего не перепутал, вас приветствую, вас в прямом эфире. Доброе утро, девушки. Я знаю, что вы приготовили для нас и показ, и презентацию своих красивых украшений. Я думаю, уже пора начать, чтобы посмотреть все и потрогать. Итак, приглашаем первую модель. Анастасия, рассказывайте, что это за необычный узор и для каких рекомендуете мероприятий вот этот вот прекрасный наряд? Коктейльное платье, да, вдохновлялось принтом животных. Да, вы видите, принт зебры, собственно, ручная работа, аппликация из кожи, вырезана вручную. Материалы вискоза, креп вискоза. Это прям вискозная аппликация? Да, 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 да. Можно снять баску, да, продемонстрирую, пожалуйста. И получается вечернее платье, да? Получается коктейльное платье, да, с возможностью выхода в свет. Собственно, вот трансформируется образ, да, как подойдет, собственно, модели, да, либо с баской, либо без. То есть девушка выбирает сама, к случаю. Приглашаем в следующую модель. И украшения, вот сначала начнем с украшения этой модели. Это украшения рук нашего дизайнера, нашего мастера. Здесь используются натуральные камни граната, розового кварца и жемчуг. Причем жемчуг идет очень интересной каплевидной формы, необычной. Идет сверление у него. Работа называется «Самонежность». Действительно, очень нежная работа. А платье, ну, в этом платье, даже не знаю, на ба, может, не такое шикарное, красивое. Платье принцы, да, ну, это комплект, топ и юбка, да. Юбка также с съемной аппликацией, да, что дает возможность ухода. То есть можно отстегнуть и спокойно это изделие стирать. То есть изделие функциональное, поэтому для случая, конечно же. То есть это корпоративы, это балы всевозможные. То есть действительно очень красиво и очень нежно, хочу сказать. Я бы такое с удовольствием примерила. Попросим нашу следующую модель продемонстрировать наряд. Здесь у нас тоже такое воздушное, красивое платье. Ну, здесь более строгое, мне кажется, такое для девушки, которая не просто идет на бал. Знаешь, там принц с каретой, она знает, за каким принцем она идет. Все так? Все правильно, да. Ну и посмотрите, здесь есть возможность показать прекрасные украшения. То есть зона декольте настолько обнажена, можно сказать, да. То есть она пустая, здесь нет ничего лишнего в этом платье, да. Она очень элегантная, утонченная и прекрасные украшения Анастасии здесь вписываются как нельзя. Просто лучше. У этого колье есть история, да. Бисерный жгут, который вы видите, сделан из античного бисера. То есть это примерно 60-х годов. Когда я делаю украшения, стараюсь делать какие-то такие интересные вещи, которые привлекают как раз. Здесь неровный бисер характерный. Красная яшма камень. Красная яшма считается дорогим достаточно камнем, который императорские даже дворы использовали в своих палатах. Шикарно, да. Да, и очень попытаюсь посмотреть на следующую модель. Пожалуйста, приглашаем. Здесь тоже, получается, принты такого животного настроения. Да, конечно, вся эта единая коллекция, она подчинена идее, единственной, да, вот принтам животных. Да, мы видим грациозную элегантную леди. Собственно, платье самодостаточно. Здесь не требуется никаких аксессуаров. Это, пожалуй, наверное, единственное такое вот платье из моей коллекции. Абсолютно не нуждающиеся в каком-то дополнении. То есть здесь открытая спина, да, покажите, пожалуйста, нам спинку. Тем не менее, мы добавили вечерние серьги с блеском, которые дополняют. Да, здесь действительно можно отыграться на... Здесь можно, да, с серьгем, конечно. Приглашаем следующую модель. Вот в этом бы платье, я думаю, можно не только на бал, но и на работу вечером, в пятницу, в сладкий ноябрь. Почему в пятницу? В утром. Анастасия, вот этот вот принт такой, это все-таки у вас женщина-хищница или женщина-добычница? Скорее, хищница, конечно же, да, независимая, в то же время утонченная. Элегантная, самодостаточная, одним словом. Спасибо. И давайте посмотрим украшения, которые еще Анастасия принесла. Вот необычные, змеевидные... Это бисер? Да, это бисерные жгуты. Это которые, вы говорили, аутентичные, что-то там... Нет, это просто бисерные жгуты, но я хочу сказать, что сколько времени требуется на создание этого украшения, потому что я вот, насколько знаю, что очень много. Да, потому что, во-первых, сперва продумывается рисунок, во-вторых, набирается бисер нужный, который подходит под этот именно рисунок, дальше идет создание непосредственно. Создание занимает 2-3 дня, но поскольку нужно сперва разработать дизайн, то есть это все делается в индивидуальном порядке, в единственном экземпляре, не повторяется украшение. Если говорить о бисере, о его ценности, это стекло. То есть стекло делается в ручном режиме. Каждая бисеринка, считайте, делается самостоятельно в ручной работе. Это новая модель абсолютно. Сейчас я вот тоже себе сделала такое вчера, буквально закончила его. Натуральные камни на бисерной основе. Здесь идет гранат, гематит и черный агат. Я очень люблю натуральные камни, они несут определенную энергетику, и когда я создаю украшения, я стараюсь прорабатывать эти моменты. Хочу сказать, что это очень красивое кольцо, действительно, видно, что это камни, видно, что это дорого, видно, что это ручная работа. Я думаю, наши модные красноярки это оценили и уже захотели себе приобрести такую красоту. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях были модельеры, утренние вестники красоты, не печали, а того, что ноябрь, вот что с ним связано? Не только холода, не работает техника, изморозь, гололедица, а поиск себя. Вот берешь вот этот вот прекрасный бисерный жгут, а куда его, кстати? Ну, не точно. Как ты думала, что сюда? На шее? Ну, конечно, на шее. А, я просто с березовки. И примеряешь новый наряд, и жизнь заново играет красками.